Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир и у нас скайп включения Татьяна Веденеева из Греции. Она блогер, журналист компании Музинилис Требл. У нас сейчас на связи. Танечка, привет! Привет! Привет, Украина! Привет всем! У нас сегодня с тобой такая тема, это греческая кухня. И скажи, пожалуйста, как ты такая стройная остаешься при всех этих вкусняшках? Это моя любимая тема. Греческая кухня. И это моя нелюбимая тема, как сложно остаться стройной при таких действительно изысках, что окружают здесь в Греции. Но, во-первых, летом жарко, и это спасает, потому что много не съешь всё-таки. И вообще греки, они такие интересные люди, они не завтракают, могу сказать. Они пьют утром кофе, потом в обед могут что-то перекусить, и основной приём пищи приходится на вечер. И тогда уже они едят часами, заседают в таверне большой компании, заказывают, 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 при этом не очень много выпивают. И как-то вот так всё происходит. Много достаточно таких людей в теле, но мне пока удается держаться. Не знаю, видимо, потому что я очень много бегаю по работе, снимаюсь, путешествую, и не всегда получается, в принципе, поесть. Но я страдаю, я страдаю, потому что я очень люблю покушать. Греческую еду. Люблю повеселиться, особенно покушать. Скажи, пожалуйста, когда мы прилетаем в Грецию, у нас там неделя, 10 дней, 2 недели, мы сразу не понимаем, куда бежать, что кушать, какую таверну выбрать, что заказать, рекомендации от тебя, вот что самое вкусненькое, и чтобы мы действительно попробовали настоящую греческую кухню. Значит, греческая кухня делится вообще на таких три особенных подраздела, так сказать. Она называется майеревта, то есть приготовленная по-домашнему. Это в каждой таверне вы найдёте такие разделы в меню. Приготовленные по-домашнему. Потом мясные блюда на гриле, в основном они. И, естественно, рыбные блюда и морепродукты. Так вот, из первого раздела, из приготовленного по-домашнему, обязательно все, господа и дамы, друзья, товарищи, пробуйте мусаку. В Греции... Да, сейчас скажу про традиции. Значит, есть такая традиция, как в Украине, да, они возьмут девушку замуж, если девушка не умеет готовить борщ. Ну вот, понятно, времена меняются, но, в принципе, есть такое в традиционных семьях. Вот здесь в традиционных греческих семьях то же самое. Если невеста не умеет готовить мусаку, то её не возьмёт ни один уважающий себя грек замуж. Да. Что это такое? Это очень сытное блюдо, приготовленное пластами. Там идёт пласт обжаренного мясного фарша, пласт поджаренной картошечки, пласт поджаренных баклажанчиков, что-то там ещё лучок. Всё это заливается соусом из сливок и сыра. И вот такая запеканка снова вставляется в духовку и продолжает это всё пропитываться соками и вкусами. Я это готовить, честно говоря, не умею, поэтому, может быть, я что-то упустила. Но, в принципе, вот это такое очень традиционное греческое блюдо. Это обязательно надо пробовать. Вот у всей студии после твоего такого аппетитного рассказа. А я ещё не захочула. Я перехожу к мясным блюдам. Очень греки любят мясо на гриле готовить, панцеты так называемые. То есть это кусочек мяса свинины или говядины с косточкой, шейка. Всё это обжаривают. Они отлично готовят мясо, я хочу сказать. Есть ещё отдельная категория кебабы. Это знакомое нам такое полувосточное блюдо из фарша с соусом приготовленное. Ну, в общем, бесконечно можно об этом говорить. Очень вкусные здесь пайдаки ребрышки. Это ребрышки ягнят. Обязательно тоже это в Греции нужно пробовать. И к мясным блюдам также относятся и фастфуд. Это гирос, когда вот это много-много мяса одевают на вертел. И этот вертел с мясом крутится в вертикальном положении, а вокруг этого вертела вот по полукругу согревающие элементы установлены. Соответственно, мясо прожаривается постепенно. И вот эти вот гироспециалисты, они срезают электронными ножами это мясо кусочками. Я думаю, в Украине есть похожие блюда, которые потом заворачиваются. Да, но в греческом гиросе 50 раз больше мяса и в 50 раз меньше соуса. Это такое более сухое и насыщенное блюдо. И, наконец, морепродукты. Это, естественно, Греция морская страна. Это нужно пробовать обязательно. Моё любимое, скажу сразу, это мидья ахниста. Это называется мидии, приготовленные на пару. Обычные мидии, которые раскрываются, готовятся буквально 5-10 минут с лимонным соусом, с оливковым маслом, ещё добавляют при приготовлении мелко нарезанные овощи. И всё это так вкусно. Вот. Кальмары обязательно, осьминожки мягкие обязательно. Всё это надо есть. Ну, конечно, я понимаю, что греческий обед или ужин, трапеза не обойдётся без греческого вина. Что вот мы, чем мы украшаем наше блюдо? Каким алкогольным напитком? Разумеется, вино. Но здесь в Греции в каждом регионе растёт виноград, благо климат позволяет. Поэтому каждый остров, каждый материковый курорт может похвастаться своим вином. Так что здесь тоже моя рекомендация. В таверне сильно не изощряйтесь. Самое простое – возьмите вино «Хима» это называется. Это вино, которое покупает владелец таверны в бочке и разливает вам уже, подаёт в графинах. Оно недорогое, при этом местное, очень вкусное. Но и сами греки его в основном и пьют. Здесь редко, когда заказывают в таверне вино в бутылке какое-нибудь особое. И что касается вина ещё, всё-таки в Греции я очень рекомендую попробовать вино. Называется оно, ой, не помню как, из Санторини, короче. Из изюмированного винограда. Оно очень сладкое, но сладкое именно за счёт самого сахара винограда, а не за счёт добавленного экстра сахара. Очень вкусное. Вот рюмочку такого вина выпить, и прямо Санторини в вашей душе. Р-р-р-р. Проснётся и заиграет своими красками. И ещё, знаешь, что я хотела сказать? Да. По поводу напитков. Есть ещё в Греции узу и ципуру. Эти два напитка часто туристы путают. Потому что оба напитка 40-градусные, очень крепкие. Крепче такое. Да, но уза – это аналог нашей водки. То есть это такой химический, больше фабричный, крепкий напиток. А ципуру – это как греческая самогонка. Более домашняя история, более мягкая. И такая вот… Её греки больше любят и даже называют её лекарством в рюмке. Вот там, на душу. На душу. Да, это точно. Так что в любой, наверное, обязательно обидный ужин, ципуру, винишко, и всё будет хорошо. ...блюда. Сколько в среднем стоит нам пообедать в Греции на двоих и с вином, и с ципурой, и с винишком? И вот чтобы вот мы наелись. И с вином, и с винишком, да. Ну, смотри, как раз я недавно вернулась с острова, где показательные цены, да, и туристический район. Мусака, с которой мы начали, она стоит 7 евро. Но вы помните, что в Греции очень большие порции. То есть эту мусаку можно съесть вдвоём, а то и даже втроём. Потом рыбные блюда начинаются от 8 до… ну, в среднем до 15 евро. Я сейчас не буду говорить про дорогие всякие там пасту с амарами и прочее. Вот эти вот мидии, про которые я говорила, 8-10 евро, но вам принесут очень глубокую тарелку, и там этих мидий будет, ну, штук 30, может быть. Кальмары, осьминоги – это евро от 9 до 12. Где-то так будет тарелка с этим. Но это больше как закуска такая холодная. Но их тоже там много на тарелке. И рыба в среднем стоит за килограмм в таверне. Вот рыба дороговата здесь, конечно, в греческих тавернах. Где-то от 15 до 30 евро за килограмм в зависимости от редкости этой самой рыбы. Поэтому я рекомендую брать с собой какой-нибудь гриль, покупать рыбу на рынке. На рынке эта рыба стоит 6-10 евро за килограмм. Она свежая, вот буквально сегодня плавала утром. И готовить ее самим, все прекрасно. На гриле обжарить, лимончиком полить, орегано посыпать. Тоже это душится. И очень вкусно будет. Ну, могу сказать, что у нас была наш эксперт в гостях. Люда, неделька, она прилетела из Греции, и мы готовили здесь греческий салат. Там столько правил. Я поняла, что те греческие салаты, которые мы там бывает делаем, они вообще не о том. Все-таки, думаю, каждый, кто бывает в Греции, пробует греческий салат неизбежно. В чем его особенность именно? Ну, начнем с того, что греческий салат в Греции называется деревенский салат. И в этом его весь вкус и философия хориатики. По-гречески хорьё деревня. Соответственно, что делают в деревне? Они не изгаляются, они просто все очень крупно режут. Самое главное – это свежие овощи, свежий сыр фета, и все это крупными кусками. И, естественно, самые классные вкусные оливки. Все. Оливковое масло, естественно, extra virgin, да, первого вот этого отжима, самого свежего, главного. Вот он, греческий салат. А дальше уже каждая хозяйка добавляет по своему вкусу, может быть, какие-то акценты. Иногда каперсы, например, в этот салат кидают, маринованные, да, чтобы какую-то такую изюминку добавить. Иногда я видела даже вяленые помидоры туда чуть-чуть. Кто-то может орешки какие-то кедровые добавить. Да, уже, наверное, там кто как. Но классический, да, вы знаете, греческий салат. Помидоры, огурцы, оливки, сыр фета и лук сладкий. Фиолетовый. Фиолетовый лук. Итак, ну, мы очень любим лететь, в принципе, из Украины, в Грецию, в Украину не так далеко. Это терпимый перелет. Что мы можем в частичку еды вкусненькое привезти? Какие продукты? Оливковое масло, оливки. Что еще? Сыр фета везут многие, действительно, потому что такого продукта нет в других странах. Это прямо символ Греции. Потом я бы порекомендовала везти с собой сладости или напитки, которые содержат мастиху. Мастиховое дерево – это такое особенное дерево, которое растет только в Греции и только на острове Хиус. Больше нигде это дерево нельзя найти. А это дерево сосновое, такое еловое. И мастиха – это смола, которая собирается с этого дерева. У него очень необычный вкус, очень нежный, и оно очень полезное. И из мастихи делают ликер, например, очень вкусный. Мастиху добавляют в жвачку. Делают лукумия, сладости такие мягкие, как промеладки, тоже с мастихой. Обязательно везти это. Ну и еще… Да. Сегодня вернулась из Греции, привезла нам вкусненький такой лукумчик. И мне что-то подсказывает, что он как раз с этой мастикой. Может быть, вполне возможно, да. И еще, знаешь, если посчастливится полететь на остров Крит, потому что, я всегда говорю, Крит – это такая квинтэссенция Греции. Там вот Греция еще в три раза ярче и традиционнее, и темпераментнее. Вот на Крите считаются самые вкусные сыры из всей Греции. Оттуда можно везти сыр. На Крите делают очень интересные сухари. Казалось бы, сухарь, ну кого удивишь? Хлеб и хлеб. Но они в него что-то такое добавляют. Он недорогой, он легкий. Его можно привезти. Такой вот именно классический, традиционный греческий сувенир, съедобный, который можно уже в Украине дома добавлять в салаты, например. Будет очень вкусный такой именно греческий акцент. Вот интересный момент, да. Интересно вот спросить такой личный вопрос. Ты готовишь ли ты дома? Насколько вообще в Греции принято готовить дома, ужина дома? Или в основном вот мы кушаем в ресторанах? Даже местные жители. В Греции очень развита культура домохозяйства, я бы сказала так. Очень многие женщины, на самом деле, домохозяйки. Здесь такое патриархальное немножко устройство общества. Соответственно, женщины сидят дома, женщины готовят, женщины делают там какие-то интересные консервированные штуковины. Мне, моему мужу в этом смысле со мной не очень повезло, потому что готовить мне некогда, дома я особенно не готовлю. И мы больше ходим в какие-то таверны или заказываем еду домой, что, кстати, здесь заказать еду стоит очень недорого, и это очень все вкусно и качественно, потому что греки знают толк в хорошей еде, и их сложно обмануть и привести там какую-нибудь гадость. И я лично готовлю дома больше итальянскую кухню, то есть макароны. Но греки, греки тоже, кстати, очень любят макароны, и рис с морепродуктами, там с какими-то чернилами каракатицы. Все очень вкусно и доступно. Все это в супермаркетах продается, можно купить и делать. Ну, хочу еще спросить. Очень любим мы фрукты кушать, особенно на отдыхе, на отпуске. Вот есть ли какая-то сезонность? Что сейчас вот можно вкусненького из именно фруктов покушать? Вот да, знаешь, когда я переехала в Грецию, я удивилась, что здесь абсолютная сезонность прослеживается в продаже что фруктов, что овощей. Здесь не найти ни в сезон то, что здесь не растет, в отличие от наших магазинов, когда везут из разных стран, и как-то вроде ассортимент, все в наличии. Сейчас виноград. Развалы винограда, разных цветов, размеров, вкусов. Очень потрясающе, очень вкусно. Арбузы уже немножечко ушли. Арбузы были в августе. Персики были в августе. То есть сейчас остаются еще персики, нектарины. Вот в это время года такие фрукты. Что касается овощей, то здесь всегда помидоры, огурцы, естественно. Но, например, я очень люблю окрошку. Редиску я здесь редко могу найти. Как это? Здесь редис не пользуется популярностью. Но всегда в магазинах очень много зелени. Греки едят много зеленых салатов. Я уже даже не знаю, как это все перевести на русский язык. Там руккола, какие-то марули, айсберги. Просто крова непонятного мне происхождения. Очень важно, они все скупают, моют, режут, маринуют. И вот такие огромные миски этого зеленого салата ставят на стол, заправляют оливковым маслом. Мне очень сложно сегодня с вами разговаривать. У меня просто слюноотделение. И на самом деле, возможно, в этом и заключается секрет долгой греческой жизни. Потому что греки — одни из самых долгожителей в Европе. Средиземноморская диета, вот она, это хорошо приготовленное качественное свежее мясо, морепродукты и салаты. Ревизионного эфира в час ровно выходим. Мы должны попрощаться. Могу сказать, зрители, вы оставайтесь с нами, потому что дальше у нас будет видео. Татьяна Веденеева про греческую кухню более детально посмотрим. Ну, спасибо тебе большое, что вышла с нами сегодня на связь. Мы уже 100% нагуляли. Приятного аппетита, как раз время обеда. Классного, хорошего дня. И ждем следующих скай-включений. Спасибо. Я жду вас в Греции. В хорошем настроении, солнышко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто ходит в рестораны по утрам, тот поступает мудро. Но что, никого нет шеф-повар в нашем распоряжении приготовит все самое вкусненькое, да еще и расскажет, что приготовит. Это Греция. Меня зовут Татьяна Веденеева. И мы начинаем наш обзор высокой кухни Греции. Что такое высокая кухня? Это когда, безусловно, вкусно, обязательно красиво, ну и, естественно, очень качественно. Мы в ресторане Маври Саласа, что значит Черное море. Почему Черное море? Потому что 90 лет назад семья владельца этого ресторана приехала из тех мест и открыла небольшое заведение, которое с года в год совершенствовало вкусы, качество, сервис. И в итоге превратилось в такое чудесное заведение, с которого мы сегодня и начинаем. Маври Саласа, что вкусно! Это звучит очень вкусно. И я в нетерпении все это попробую. Сырые греческие устрицы оставят у вас незабываемое впечатление. Дальше у нас, опять-таки, сырое блюдо – это барабулька. Прекрасное название – карпаччо из барабульки. Почему бы и нет? Пробуем дальше. Прямо какой-то немножко у нас японский налет у первой дегустации. Нежная барабулька. И, как сказал шеф-повар, это нужно обязательно пробовать, потому что у этой рыбки самый такой вот насыщенный греческий вкус. Вот как в Греции выглядит крабовый салат. Вот такое вот оно – кремово-бежевое крабовое мясо. А не вовсе то красное, красно-белое, что мы привыкли есть не в морских странах. М-м-м, как вкусно! Что-то у меня есть такое особенное. Наверное, это цедра лимона. Морковка. И что-то еще. Надо съесть, наверное, все, чтобы разобраться. В общем, очень вкусно. Мне однозначно нравится «Высокая кухня Греции». Знаете, все-таки я подумала, «Высокая кухня» – это же не только когда качественно, вкусно и красиво, но когда, в первую очередь, изысканно. Изысканность должна быть во всем. Мы продолжаем наш обзор «Высокой греческой кухни». Мы в самом центре города Салоники в ресторане «Клошар». Какая она – современная греческая кухня на французский манер? Сейчас узнаем. «Клошар» Соломо Соломо Настоящий вулкан шоколада, страстей, фруктов и опять-таки ароматов Когда все настолько идеально и даже немножко взрываются шарики во рту То это и вкусно, и задорно, и поднимает настроение Ну, наконец-то я заждалась уже тебя, куда ты запропастился Кстати, знаешь, почему ресторан называется «Семь морей»? Ну вот, я знала, что, не знаешь, это идиоматическое выражение Которое в целом обозначает весь мировой океан Вот пока тебя жду и пока жду сюрпризы от шеф-повара Видишь, что узнала В общем-то, пока здесь осмотреться И скоро-скоро совсем придут наши вкусняшки Вот и пришла моя еда Харика пара пара поли Я хотела вам представить шеф-повара этого заведения Его зовут Андреас Булгарос Он приготовил своими золотыми руками Мне все это, что я сейчас буду пробовать Но у него много работы, поэтому он должен нас покинуть И все про это прекрасное гидо, что там и как Мне расскажет Лазарос, МЭТ, то есть менеджер этого ресторана Για αρχή, επίσης, έχουμε ένα σεβίτσε Από фρέσκο μπαρμπούνι Το οποίο καθαρίζεται, φιλετάρεται Μαρινάρεται στη στιγμή Με κόλιανδρο, ginger, chili, fiki, wakami, avocado Και τηγανίζεται και το κόκατο Και τρώγεται όλο το υπόλοιπο Εδώ μπροστά μας έχουμε ένα sushi roll Το οποίο είναι με σπαράγκια Κρέμα από αγριοράπανο Και ζελέχαμο μήλι Εδώ έχουμε ένα risotto Что θα έλεγα θα ήταν καλό Για το κλήσιμο του γεύματος Είναι risotto με σαφρά Σπαράγκια, καραβίδες Και αυγό τάραχο Вот интересно, отличается ли чем-то Сильно морской ράκ от креветки Сейчас узнаем Α вот, вы знаете, ничем он сильно не отличается Он тоже такой же вкусный Нежный, супругой консистенции Но, наверное, основная разница в том Что его гораздо, я имею в виду мяса в нем Гораздо больше, чем в креветке Ну, в общем, семь морей Или запомните это название по-гречески Эфта-халасис Вас ждут Очередной пункт нашего гастрономического путешествия Притаился натурально где-то посреди греческих полей Найти его будет непросто, если вы не настоящий гурман Но если вы все-таки любите вкусную, элитную, высокую кухню То следуйте за своим обонянием Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все-таки красота на в деталях Когда заходишь в это заведение Вот именно эти детали бросаются в глаза Они создают всю эту домашнюю потрясающую атмосферу Как сказала нам Иоанна, шеф-повар заведения Здесь именно готовится каждый день Самое-самое свежее, что можно было найти с самого утра на 3 часов Вкусно с чесночком, свежий перчик оттеняется вот этими греческими приправами Потрясающе Венчает наш обед в ресторане Дак Дикая оленина с трюфелем Отлично приготовленное мясо Если вы никогда не пробовали оленя То я очень рекомендую начать с этого заведения Вот такое, я считаю, прекрасное продолжение нашего курса на высокую греческую кухню Субтитры делал DimaTorzok С названием Блэй сюда меня отправили за этой вкусной высокой кухней Ну а мы проверим, так ли это Конечно, здесь у меня глаза разбежались Честно говоря, сладкое я не очень люблю Но здесь такая подача Здесь так все красиво Здесь именно рай Для тех, кто любит выкладывать фотографии в социальные сети Ну и, конечно, для тех, кто очень любит фрукты, свежие продукты, сладкие вкусные десерты И я выбрала здесь попробовать вот этот прекрасный тарт Конечно, на мой выбор повлиял и его внешний вид Все-таки как важно это в высокой кухне, даже если она сладкая Так вот, в тарте это толченый миндаль Сверху он посыпан пудрой, сахарная пудра Дальше это поле Это густое желе из ежевики И украшен он ежевикой, малиной, белым шоколадом И специальным бельгийским шоколадом С добавлением вот такого вот нежного сиреневого цвета красителя Все это... А, еще даже съедобная фольга, как вы видите Ой, ну очень-очень красиво, буду пробовать Ммм, как вкусно Как нежно Как тонко Вот ровно так же красиво это внутри По вкусу, как и снаружи по оформлению Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok